Вчера активисты партийного проекта «Народный контроль» под кураторством Дмитрия Чукреева поработали в Нижнем Тагиле, где в прекрасную погоду, на свежем воздухе, немного отдохнули от утомившей уже темы левых сигарет и фунфурей со спиртом. В тяжелопромышленном городе трудовой доблести местные жители обратили внимание на нетипичное, то есть никак с металлом не связанное, производство. На интерактивной карте нарушений неоднократно отражалась лесопилка, расположенная в строении 128 по улице Краснознаменной, далее переходящей в Кушвинский тракт. Люди намекали, что пилят здесь на чисто неформальной основе, не особо заморачиваясь бумажными, так сказать, предрассудками, а заодно и вопросами безопасности в самом широком смысле. И впрямь. Делегации общественников, которую тут встретили холодно, но, к счастью, бить не стали, никто никаких бумаг, хоть как-то обосновывающих наличие тут всего этого, предъявить не сумел. Работники работу работать прекратили и удалились на типа обед. Платят тут, очевидно, длинным рублем, так что и обед получился длинным. С него так никто и не вернулся до тех пор, пока здесь шастали общественники. А они, в отсутствие собеседников, пытались самостоятельно составить представление о том, что и как здесь происходит. Найти, к примеру, хоть какие-нибудь следы техники безопасности. Никакой техники безопасности нет. Кроме очков, наверное, очки есть. Где они взяли эти бревна? Украли, купили, никому неизвестно. Вопросы о происхождении сырья и о технике безопасности, или хотя бы о названии организации, остались без ответов. Зато нашелся ответ на совсем не риторический вопрос, о происхождении огромных пожаров, еще недавно терзавших всю Свердловщину. Вот такой бардак. На этой пилораме пил сваливается вообще непонятно куда. Куча сухих дров, еще пил. Потом мы удивляемся, что у нас все в огне, и пожарные не справляются. Так вот, друзья, почему они не справляются. Потому что такие дельцы непонятного происхождения вот так организовывают работу с огнеопасным материалом. Ни сигнализации пожарной безопасности, ни одного огнетушителя, ни водоема пожарного рядом, ничего нет. Не дай бог. Я думаю, что струдники МЧС и полиции Нижнего Тагила моментально отреагируют на этот бардак. Кроме упомянутых структур, общественники народного контроля известили о результатах визита на пилораму прокуратуру города Нижний Тагил. А всем жителям области велено передать, что мониторинг тип таких странных производств продолжается. И указать на них с кратким комментарием любой желающий может все на той же интерактивной карте нарушений. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok